отлично там был какой-то вопрос ко мне друзья сейчас я не буду на него отвечать у нас очень мало времени я рекомендую вам написать мне его в контакте или куда-то в какую-то соцсеть я постоянно на связи вы знаете сейчас такая школа которая ну такая тема которая очень мало у нас есть информация как раз по второй встрече да в наших 10 шагах я знаю что сейчас они переделались если честно я не успел их все прослушать вот но я знаю что вторая встреча это такой кульман кульминационный момент в млм бизнесе и очень много новичков да и не только новичков я в том числе также очень много ошибок делал до сих пор умудряюсь их делать когда мы делаем ошибки как раз со второй встречи да потому что очень часто мы проводим встречи но нет результата да эти встречи вроде как нормальные правильные с видео со всеми инструментами но если нет второй встречи принципе бизнес не так не так эффективно движется что такое вторая встреча вторая встреча но вторая встреча это прежде всего встреча после встречи когда вы провели информационную встречу человеком когда вы ему показали наше видео системы увеличения дохода он оценил информацию если ему интересно если он оценил информацию больше чем на 6 то вы с ним договоритесь на вторую встречу я рекомендую договариваться на вторую встречу в течение ближайших 48 часов то есть пока у человека есть информация наш мозг так устроен что если проходит больше двух суток то принципе информация покидает нашу голову и мы потом уже скорее всего не вернемся к этому поэтому правильно если вы назначаете встречу буквально через день через два кому мы проводим вторую встречу вы можете проводить вторую встречу своим партнером вы можете проводить вторую встречу но смысле для своих партнеров если они но новички допустим да я всем своим первым линиям новым людям говорю что вы уже научились проводить встречи заинтересованных людей ко мне на вторую встречу предлагайте если вы партнер уже с опытом предлагайте своим новым людям чтобы они приводили вам на вторую встречу своих кандидатов а вторую встречу можно проводить также своим людям если вы провели встречу да если вы может быть скайпе кому-то провели встречу неважно как вы договоритесь на вторую встречу также может быть на вторую встречу вы можете пригласить человека даже после этого вебинара да то есть вы кого-то пригласили на нашу презентацию он послушал какую-то информацию он уловил но по статистике человек получает там буквально десять процентов усваивает информации ту которую он услышал поэтому после первой встречи у него в голове каша и наша задача как раз разобраться с этой кашей раз разложить все по полочкам основная задача второй встречи это выявить ключевые потребности человека то есть узнать чего он хочет что что им движет какую мотивацию он для себя и и до узнать его страхи и сомнения очень многие люди самый главный вопрос который они себе задают а смогу ли я поэтому вот как раз на второй встречи вы сможете узнать этих страхах и сомнениях и сформировать партнерские отношения то есть на второй встречи наша задача с человеком подружиться общаться по душам но сформировать действительно партнерские отношения принципе наша задача не уговорить кандидата наша задача не проводить встречу после встречи дает такая большая ошибка которая ноги новички совершают а просто помочь человеку разобраться и расставить все по полочкам да то есть чтобы он принял для себя правильное решение решение должно быть его я знаю что есть люди которые с опытом маркетинге которые знаете вот подписывают все что движется это очень такие опасные люди потому что они у них бывает статистика там каждый третий подписывается да но поверьте наш бизнес это бизнес отбора и нам не нужны все люди прежде всего мы отбираем людей свой бизнес поэтому чем быстрее вы начнете с такой позиции работа тем быстрее ваш бизнес будет будет расти принципе на второй встрече наша задача задавать вопросы а не рассказывать да и очень важно наша позиция если вы идете на вторую встречу вы должны одеть на себя пижаму успешного человека как говорит генри хэрдман то есть вы изначально уже должны быть настроены на отбор человека вы должны быть но представьте что вы руководитель крупной компании и вы берете себе ну вы собеседуете какого-то своего сотрудника да может быть у вас огромнейшие обороты да у вас тысячи сотрудников и вы одного из них берете как вы будете себя чувствовать вы будете волноваться вы будете там дрожать да некоторые люди просто боятся взгляд уводят конечно нет вы будете чувствовать себя комфортно вы не будете спешить суетиться вы будете уверены вы не будете там копошиться в сумке и судорожно где-то что-то искать ручку например вот конечно же на вторую встречу вам нужно подготовиться чтобы у вас но прежде всего внешний вид внешний вид это особенно когда вы проводите вторую встречу человеку которого привел вам ваш партнер да то есть незнакомому человеку то у человека формируется мнение буквально за первое там несколько секунд да и поэтому внешний вид это очень важно аксессуары я рекомендую обратить внимание на это то есть часы которые у нас есть лр да если вы не получили часы у нас сейчас отличный шанс сделать программу быстрый старт и получить часы если все же вам не удалось я рекомендую чтобы у вас были какие-то деловые часы а не какие-то пластиковые два сантиметра толщиной как мы слышали на академии младших менеджеров в принципе когда желательно чтобы эта ручка была ну какая-то солидная если это лр это вообще супер вот но не какая-то пластмассовая за 50 копеек и принципе вот такой вот такие аксессуары вот такой вот дресс-код чувствовать себя уверенно да если вы приходите и у вас где-то там носок с дыркой или у вас что-то не так прическа или запах изо рта то понятно вы не будете себя чувствовать уверенно ну конечно если вы это знаете вот поэтому внешний вид это важный момент я не мог не остановиться на нем потому что это очень важно в нашем бизнесе и конечно это вопросы прежде всего какие вопросы нам нужно задавать знаете иногда начинает сразу же вторую встречу и они начинают задавать вопросы поэтому здесь очень мягко нужно сказать давай сделаем так сейчас я я отвечу на твои вопросы но только после того когда ты ответишь на несколько моих это нужно для того чтобы понимать что тебя интересует какая у тебя мотивация и затем и конечно и отвечу в основном у людей потом в принципе нет вопросов да потому что здесь вопросы построены так что мы человек в принципе сам отвечает сам себе на свои вопросы первое чего нужно начать это нужно задать вопрос что тебе понравилось нашем предложении и здесь нужно чтобы человек как можно подробнее рассказал если он говорит ну мне допустим понравилась автопрограмма да и все ваша задача спросить а расскажи поподробнее что конкретно тебе понравилось ну там и пусть человек расскажет да то есть вот здесь очень важно чтобы человек в красках расписал то есть здесь ваша задача просто слушать и в принципе но вы можете конечно здесь объяснить человеку какие-то моменты по автопрограмме но в основном должен говорить он а второй вопрос который нужно задать а есть ради чего то есть вы их вам нужно узнать мотивацию человека то есть есть ради чего строить этот бизнес есть ради чего вообще начинать бизнес да то есть если человек говорит я хочу там путешествовать я хочу там много денег да то это хорошая мотивация конечно это все говорят как правило те люди которые ну которых есть серьезные причины может быть долги может быть какие-то ипотека или еще что-то вот такие люди которых просто нет отходных путей они намного эффективнее поэтому если человек говорит у меня полная полная задница извините за выражение да мне нужно это то есть большая вероятность что этот партнер действительно будет двигаться и действительно будет много действий совершать то есть он он уже вне зоны комфорта он ищет и вот здесь вы можете человеком позадавать уточняющие вопросы да если он говорит я хочу там себе дом далее я хочу там допустим детей своих отдать куда-то учиться вот здесь неплохо бы когда вы не просто задаете вопросы а вы с ним общаетесь то есть это такой интерактив потому что люди себя чувствуют не очень хорошо когда он просто отвечает на вопросы а вы как как будто вы где-то не знаю милиции задаете ему эти вопросы это должна быть душевная встреча это должно быть разговор по душам и вы знаете я когда-то слышал что на второй встрече даже это единственная встреча когда можно выпить алкоголь я не пробовал честно вам скажу я думаю что можно все таки выпить ограничиться чаем или кофе но вот здесь вот эта душевность этот элемент особенно когда вы проводите встречу допустим своему знакомому это очень важно когда человек сможет довериться когда вы сможете по душам человеком поговорить и очень важно человека вот на этом этапе подбодрить подбодрить и если человек сомневается вы должны ему объяснить показать инструменты о том что здесь есть четкая система и много людей можно привести какие-то примеры людей которые уже достигли какого-то результата которые были подобной ситуации здесь вот как раз наши диаграммы доходов очень хорошо помогает и нужно знать истории людей и истории своих спонсоров и если вы перед вами сидит допустим юрист вы можете рассказать историю мансура басырова дай показать диаграмму если перед вами сидит там предприниматель можете показать предпринимателей у нас очень много предпринимателей и принципе вот основная ваша задача как раз выяснить если ради чего ну и следующий вопрос когда готов стартовать то есть вы можете задать его если человек допустим не ну вы можете задать вопрос ты знаешь варианты старта да если человек не знает вы можете в двух словах сказать ну грубо говоря готовлю ты начать бизнес там с 200-300 долларов да готовлю ты вкладывать 8-10 часов в неделю в этот бизнес да времени своего и готовлю ты обучаться 4-5 часов неделю если че говорит да вот здесь нужно задать вопрос окей когда ты готов стартовать когда ты готов начать и здесь очень важно если человек говорит там через месяц то нужно свернуть нашу встречу и сказать окей тогда давай через месяц мы не пообщаемся наша задача эти вопросы это как раз фильтр вы должны понимать что эти фильтры нужны для того чтобы от сеять как раз найти того человека который вам нужен А если человек говорит, готов стартовать в течение недели, через 2 дня, через неделю, то этот человек нам подходит и мы общаемся дальше. Тогда вы спрашиваете, какой вариант старта тебе более приемлем. Профессиональный это ПАК-21 или базовый, это минимум 250 баллов. Да, вот здесь вы можете объяснить человеку, в чем преимущество какого старта. И если человек говорит, у меня нет денег или у меня нет времени, и вот какие-то, знаете, типичные такие отговорки, то, скорее всего, человек несерьезно настроен, скорее всего, он не понял этот бизнес. И вот здесь нужно быть таким, наверное, твердым, потому что не стоит подлабузничать, не стоит как-то прогибаться. Вы помните свою позицию. Здесь стоит задать четкий вопрос, сказать, слушай, ты, наверное, ну вот Генрих Гердман говорит, ты меня за нос водишь, да, или нужно сказать, ты, наверное, несерьезно к этому относишься, ты, наверное, что-то не понимаешь. И здесь стоит сказать, можно рассказать какую-то историю, может быть, это будет ваша история. Да, когда вы скажете, ты знаешь, я тебя прекрасно понимаю, у меня также не было денег, я также не мог найти там несколько тысяч на старт этого бизнеса. Вот, но если бы я тогда отказался, то у меня сейчас бы не было Volkswagen Polo, да, и не было бы этих доходов. Или вы можете рассказать историю какого-то своего спонсора, допустим, того человека, который уже вышел на хороший доход. И потом еще раз задать вопрос, ты готов менять свою жизнь, или же ты все-таки останешься там, где ты есть? То есть, если человек не готов, это вы увидите сразу. Конечно, нам нужно предложить ему билет, билет на ближайший бизнес-день, это такой вот лакмусовая бумажка, да, то есть, если человек не готов даже билет купить, то, в принципе, тут все понятно, человек, ну, играет с вами, то есть, он не будет стартовать в ближайшее время, и он несерьезно к этому относится. Поэтому я рекомендую с таким человеком сразу же не закончить разговор, а сразу же, ну, определиться, сказать, я вижу, что ты не готов стартовать, я тебе не собираюсь уговаривать, я этот бизнес делаю профессионально, и для меня это серьезный бизнес, поэтому я хочу тебе предложить взаимовыгодное предложение. Давай сделаем так, ты сейчас, ну, можно достать, допустим, свой бэк-офис показать, или распечатку, и сказать, вот, допустим, у меня есть человек, благодаря которому каждый месяц я зарабатываю всего бизнеса, да, я зарабатываю каких-то 100 долларов, да, или же вы можете рассказать какую-то историю, да, что есть человек у моего спонсора, да, который, в принципе, приносит моему спонсору, там, каждый месяц, там, 1000 гривен. И я, понятно, что я готов работать с людьми на разной глубине, там, со всеми людьми, поэтому я рекомендую тебе, давай договоримся, ты, ты мне 40-50 имен своих друзей, своих знакомых, да, тех людей, которым я могу подзвонить от твоего имени и предложить бизнес. Ты видишь, что я никого не уговариваю, я этот бизнес делаю профессионально, поэтому, если эти люди будут готовы стартовать, если кто-то из этих людей будет серьезно настроен, я буду работать с этим человеком напрямую и подключу его под тебя. Конечно, я тебе сообщу об этом. И, в принципе, через год-два, кто знает, может, у тебя поменяется ситуация, ты включишься, у тебя уже будет очень, ну, такой, может быть, не слабый бизер. В основном, некоторые люди, конечно же, пасуют, они говорят, да, да, я тебе напишу. Вот в этот момент очень важно достать ручку листик и сразу же сказать, вот, давай, пишем сразу же. Обычно люди говорят, я тебе потом скину, я тебе ВКонтакте напишу или на почту пришлю, или давай в следующий раз. Как правило, следующего раза не бывает. Поэтому очень важно, здесь сейчас нужно человеком это все решить. Если вы видите, что человек не готов вам писать ВКонтакте, то понятно, что с таким человеком нужно попрощаться. И, в принципе, на этом вторая встреча закончена. Если человек говорит, да, я готов, вот здесь вторая встреча может перерасти сразу же в запуск. Вот, но вы должны понимать, что это требует еще какого-то времени, поэтому вы можете на второй встрече подписать человека, можете помочь ему сделать первый заказ, дать ему какие-то рекомендации. У нас есть список рекомендуемых товаров и договориться о следующей встрече, а конкретно это может быть уже стартовый тренинг, который проведет или ваш спонсор вышестоящий, или вы проведете стартовый тренинг своему новичку. И, в принципе, вторая встреча это такой ключевой момент, если вы научитесь проводить эти вторые встречи, если вы сможете быть достаточно твердым, если человек почувствует, что вы можете быть его наставником, то это может быть, ну, хорошее копирование вашу группу, если вы сможете обучить именно искусству второй встречи, искусству такой мотивации своих партнеров, и если информация уйдет в глубину, то у вас будет очень стабильный и очень прибыльный бизнес. Поэтому хочу так подвести итог. Наша задача задавать вопросы на второй встрече, наша задача человека мотивировать и дать понять, что это шанс. Это шанс, наша компания второй раз не будет заходить на рынок, поэтому этот шанс его просто глупо упустить. Но не стоит уговаривать. И основные ошибки, которые люди совершают, проводя вторую встречу. Первая ошибка – вы слишком много говорите. Это ошибка, которая бывает очень часто у новичков и не только. Вторая ошибка – вы уговариваете. Третья – вы не задаете вопросы, а отвечаете на них. То есть, если человек задает вопросы, вы можете сказать «стоп, стоп, давай сделаем так, я сейчас задам свои вопросы, а потом отвечу на твои». А вы не предлагаете человеку зарегистрироваться. Это вот такая банальная вещь, но очень многие делают такую ошибку. Это как раз, наверное, из-за неуверенности в себе, из-за какой-то неправильного настроя. У меня был пример, когда мне привели человека, и он, в принципе, готов был стартовать. И я сказал партнеру «давай свой пароль от бэк-офиса, мы сейчас его будем регистрировать». И он говорит «а я не помню». Я сказал «окей, хорошо, сейчас мы его восстановим, давай тогда пароль от почты». Он говорит «ой, и почта я не помню». Я говорю «а что ты вообще сюда пришел?» Ну, понятно, они договорились зарегистрироваться завтра. Я думаю, многие понимают, что завтра уже не было, и этот партнер не зарегистрировался. Поэтому не делайте такие ошибки, не используйте инструменты. Это тоже большая ошибка, когда вы на встречах не используете инструменты. То есть те диаграммы доходов, то есть те диски, билеты, это очень нужные инструменты, очень ценные. Если вы делаете вторые встречи без билета, то вы теряете очень большое количество кандидатов, очень большое количество партнеров. Не просите рекомендации. Да, очень многие люди просто заканчивают встречу и не просят рекомендации. И понятно, что некоторые люди говорят «а мне никто их не дает, скорее всего вы их просто не просите». Как правило, каждый третий дает рекомендации. И не продаете билет на ближайший бизнес-день. Я думаю, тут все понятно, да, я уже об этом сказал. Друзья, в принципе, я думаю, что есть какие-то, наверное, и другие ошибки. Это очень быстро то, что я мог написать. Хочу вам сказать самое главное, что успех не случайность. Да, и если вы станете профессионалом в этом бизнесе, то однозначно вы добьетесь успеха. Я хочу вам пожелать, прежде всего, в этом месяце новых уровней, чтобы у вас как можно шире разрасталась ваша первая линия, чтобы к вам приходили ключевые люди. Прежде всего, хочу пожелать, чтобы вы стали ключевым человеком, если вы еще таким не являетесь. У меня все. Спасибо огромное. До скорых встреч, друзья. Увидимся на событиях.